Так вот, он с Константином Глуховым встречался в рамках чемпионата России по смешным наборствам по версии М1 в 2012 году и победил решением. То есть два кикбоксера встретились друг с другом по правилам ММА, любопытно. Последний у него бой у Кудина был почти год назад в ММА. Встречался он на М1 в челлендж 43 и не с кем-нибудь, а с Сергеем Харитоном. И я хочу сказать, очень хорошо он-то дрался, начал, начал хорошо и даже послал Сергея в нокдаун. Нокдаун, правда, не отсчитали, но вообще именно ударом он его свалил на пол, можно было отсчитать нокдаун. Но Сергей быстро сориентировался и начал сокращать дистанцию. И, в общем, в одном из добиваний Кудина очень сильно потряс, Кудин потерял капу. Не знаю, первый раз специально или не специально, а во второй раз, когда такое же добивание было, уже было явно, что Кудин выплюнул капу. В общем, был за это дисквалифицирован. Сергей одержал победу, заслуженно совершенно. Но, в общем-то, Алексей тогда тоже показал, что в ММА у него есть хорошие шансы. Потому что, например, Сергей Харитонов на его фоне, его ударные качества выглядели у Сергея Харитонова, вы представляете его себе, да, его мощь ударов. Так вот, у Сергея Харитонова ударные качества на фоне Кудина выглядели, ну так, так сказать, средненько, вот так скажем. Ну, правда, это был год назад, много произошло. За этот год, за 14-й Кудин опять выступал по любителям. Я вот лично считаю, друзья, совмещать на высоком уровне. Я почему с этого начал, этим вот сейчас продолжу. Любительские и профессиональные выступления очень сложны, очень сложны. Потому что цель поединков другая. В любителях надо продемонстрировать свое мастерство, соперника обмануть, обыграть. В рамках, конечно, правил. А в профессионалах все это отходит на второй план. Тут главное результат, главная эффективность, стремление во что бы ни стало соперника нокаутировать, особенно если ты тяж. Это не вполне соответствует любительским требованиям. И вот переключаться с одного на другое, ну, это предчайший случай, кто умеет это и другое делать. Что-то я, друзья, забыл представить вам соперника Андрея Сокраниотакиса. Еще раз повторю, это грек, но грек из Германии. Мать у него немка, отец грек. С 9 лет он начал заниматься единоборствами, занимался дзюдо. Обладатель ряда титулов, ну, такого низкого уровня, регионального. Как бы у нас чемпион там региона или, может быть, там, федерального округа. Он несколько раз выиграл турниры чемпион Баварии, он несколько кратный. То есть, надо приравнять, наверное, к федеральному округу. Региональные титулы выигрывал. А уже 12 лет он занимался дзюдо, достиг коричневого пояса в дзюдо. После чего переключился уже на другие виды, на ударные. Стал пробовать себя и в кроты, и в боксе, и в кикбоксе, но и везде. Стал себя пробовать. И в ММА он где-то стал года с 2004-2005-го пробовать себя выступать. Ну, больших достижений не достиг. Входил он в пятерку лучших бойцов ММА Германии, вне зависимости от весовых категорий. Но в Германии вот как раз сильных, таких вот ярко выраженных ММАшников мы так вот сходу не назовем. Есть там свои школы, клубы. В Гамбурге, например, хорошие очень школы ММА. Вот, но на мировом уровне все-таки немцы как-то вот не очень себя проявляют в ММА. Поэтому в самом себе вот это достижение, входить в пятерку, в топ-5 ММА в Германии, ну, не очень. Уже, смотрите, 2 или 3 лоу-кика правого да и левым в переднюю ногу наносит Кудин. Уже нога посечена передняя, подхрамывает на переднюю ногу. Ну, неправильно стоит, потому что с ударником, с такими длинными ногами, который, тем более, не просто ударник, а тайбоксер. То есть, если еще кикбоксер, есть ярко выраженные такие ручники, которые ногами очень хорошо бьют. В тайском боксе без лоу-киков делать вообще нечего. И семикратный чемпион мира по тайскому боксу перед тобой стоит. Ну, как можно вперед так далеко выставлять переднюю ногу? Ну, это, это просто, ну, если ты, конечно, как приманку ставишь, тогда надо этим пользоваться как-то, ногу убирать, тут же переходить в контратаку, может там пытаться сделать подхват и к даун, вот. Но оставлять ногу, даже не пытающего защищать, даже нет попытки поднять ее. Видите, он стоит в ММ-шной стойке с загруженной передней ногой, я имею в виду, крайнеатакиса. Такую ситуацию защищать ногу очень сложно. И вот апперкот с дистанции, нокаут. Нокаут, друзья. Ну, Алексей Кудин недаром предмостил свои лучшие качества. Именно ударника-накуутера. Я забыл сказать, вообще его рекорд, у него 17 побед досрочных. 17 побед, из них 13 нокаутами. И только один сабмишин. Ну, это если ММА, мы говорим там по самим шатаку, он ярко выражен на кутер. Смотрите, какой хороший апперкот, причем встречный апперкот. Под правой прямой бил крайнеатакис. И одновременно с небольшим смещением справа, длинный апперкот справа. И до сих пор, все равно крайнеатакис не может прийти. Ну, что сказать. Вы знаете, между прочим, у Кудина в арсенале не только встреча с Харитоновым. У него много встреч с бойцами самого-самого высокого уровня. Вот Константин Духова я уже называл. У него, например, с Духовым, кстати говоря, я вот упустил. Он дважды даже встречался. Дважды. Так вот, а кроме этого, он пять раз встречался с Павлом Журавлевым. А Павел Журавлев, на мой взгляд, года два назад был нашим лучшим боксером в турнирах по правилам К1, так скажем. Сейчас у него на спартнерскую пошло. А так он вообще... Это очень серьезный соперник. Они встречались с ним пять раз. И причем у них так... Два раза победил Кудин, три раза Журавлев. Но все-таки, друзья, мы не смогли посмотреть, что же представляет все-таки Кудин себя именно как боец ММА. Что бы он делал, если бы ему нарезали все-таки партер или хотя бы... Ну, в клинче, я думаю, в клинче не боятся. Но что сделали, если бы его свалили? Смог ли бы он своими длинными руками, ногами что-то на полу делать? Как он... Насколько он владеет защитой? Это вот мне было бы очень любопытно посмотреть. Ну, не удалось ничего. Я думаю, что Алексей... Знаете, на победной ноте карьеру не завершают. И хотя ему уже 29 лет, для тяжей это не очень много. Тем более, что он в отличной форме, как мы видим по результатам.